Перед каждыми каникулами родители всех школьников решают вопрос, где будет находиться их чадо всё лето, чем будет заниматься. Далеко не у всех есть дедушки и бабушки, живущие у Тёплого моря или в живописной сельской местности, готовые принять внука или внучку надолго. А если и папа, и мама работают, то вопрос, куда деть детей, встаёт особенно остро. В таких обстоятельствах самый удобный вариант отдыха — детский лагерь. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. В прошлом году в Тверской области летом работали 864 детских лагеря разного типа. За весь сезон в них отдохнули более 65 тысяч детей. Остались считанные дни до начала летних каникул, и мы решили узнать у тверичан, стоит ли отправлять детей в лагерь и по каким критериям его нужно выбирать. Хорошо относимся. Если ещё хорошие воспитатели, хорошее учреждение, то с удовольствием бы на какой-то период времени отправила более взрослого ребёнка, нежели чем сейчас мои. Положительно. Полноценный отдых заключает всё-таки, что они должны развиваться не только физически, если это какой-то спортивный лагерь, но и интеллектуально. То есть и отдых, чтобы танцы были, какие-то игры, иммерсивные какие-то вещи. И в то же время, чтобы ребёнок был постоянно в занятиях. Читали обязательно. Образование превыше всего. Чтобы дети развивались. Чтобы, ну я думаю, вожатые будут им подавать какие-то примеры. Чтобы они учились. Потому что у родителей, я думаю, возможности нет. Потому что они постоянно работают. А там хотя бы люди будут развиваться. Я считаю, что ребёнок в каких-либо лагерях, либо ещё где-то должен развиваться интеллектуально. Вот. И также физически. Я считаю, что да. Почему? Ну я там работала. Человек там, ребёнок отдыхает от родителей. Поэтому и оздоровление, конечно, идёт тоже. Поэтому да, нужно. И он находится в социуме большее время. И учится самостоятельности. Ну, во-первых, это развитие для него. Он учится общению с другими, со своими сверстниками. Также со старшими группами. И там и занятия проводятся. То есть, как-то так. Свежий воздух, новые знакомства. Круто, в общем. Я считаю, что это очень важно. Потому что это социализация. И плюс какие-то навыки получает ребёнок ещё. В зависимости от лагеря, конечно. Какие-то программы хорошие происходят. Но это важно, да. Я, честно говоря, ни разу не была в лагере. И до сих пор об этом грущу. Если мама уверена в качестве этого лагеря, я считаю, что это полезно. Да. Детям в возрасте от 10 до 15 очень полезно. Для связи, для коммуникации как-то между собой, между детьми, раскрыться немного, мне кажется, очень полезно отправлять. Я бы лично свой ребёнок отправил бы. Ну, опять-таки, чтобы он развивался, как-то не был замкнутым. Многие дети сейчас сидят дома как-то в компьютерах. Я лично ездил в санаторий, в лагеря всё детство. Можно сказать, раз в году хотя бы. До класса 9, мне кажется. Мне всегда нравилось. Так что, я думаю, можно отправлять. Нужно даже. Большинство тверичан за детский отдых в летних лагерях. Поскольку это хорошая возможность приобрести новые навыки, познакомиться с новыми друзьями и научиться самостоятельности. Независимо от детских интересов, лагерь помогает развивать важные физические, социальные, эмоциональные и когнитивные навыки. После лагеря у детей остаются яркие воспоминания на всю жизнь. В этом году в нашем регионе будет работать 935 лагерей, в которых по плану восстановят силы более 69 тысяч человек, что на 3,5 тысячи больше, чем в 2023 году. В Верхневолжье создаются все условия для гармоничного развития подрастающего поколения.